В зале районной администрации состоялось планерное совещание. Первая очередная тема рабочей встречи – состояние дорожного сервиса на территории района. Федеральная автодорога Краснодар-Верхнебаканский проходит через четыре населенных пункта Северского района. Поселки Афибский, Ильский, Черноморский, Станица Северская. На этом участке трассы расположено большое количество объектов, требующих контроля. Контроль за деятельностью придорожного сервиса уже не один год ведется на краевом уровне в Межведомственной комиссии по изучению состояния объектов дорожного сервиса на территории Краснодарского края. Для мониторинга состояния сферы дорожного сервиса и оперативного реагирования на нарушения вдоль автомобильных дорог в Северском районе создана рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники нашего управления, администрации Афибского, Ильского, Черноморского, Городских и Северского сельского поселения, а также сотрудники полиции, управления Роспотребнадзора и ТЭП-93. Контроль ведется по нескольким направлениям. Приведение в порядок объектов придорожного сервиса, ликвидация торговли в неустановленных местах. В мае этого года рабочая группа Краевой межведомственной комиссии делала рейд по торговым точкам. На сегодняшний день все выявленные недостатки устранены. Работа по проведению объектов дорожного сервиса в надлежащем состоянии продолжается. Но существует проблема, и она заключается в том, что сотрудники Северского сельского и Ильского городского поселения не уделяют должного внимания работы по проведению фасадов и прилегающих территорий объектов, распоряженных вдоль фар, в надлежащем состоянии части размещения рекламно-информационного материала. Далее в рамках совещания обсудили работу по подготовке документации для участия в государственной программе развития культуры. Глава района Дамджерим посетил дошкольные учреждения муниципалитета и проверил, как ведется благоустройство территорий. Первый объект – детский сад номер 39 поселка Ильского. Учреждение работает с 1975 года. Сегодня его посещает 239 детей. Здесь недавно установили новый теневой навес. Он соответствует всем нормам и требованиям. Работы проводились на муниципальные средства. Бюджет составил около 400 тысяч рублей. В планах проведение капитального ремонта территории учреждения. Для участия в краевой программе по софинансированию ведется подготовка необходимой документации. В поселке Ильском глава района посетил и филиал детского сада номер 15 «Березка» на базе школы номер 17 поселка Ильского. Учреждение работает с 2013 года. На его территории планируется возведение нового теневика за счет муниципальных средств. Работники детского сада и родители создают для воспитанников максимально комфортные условия. Своими силами оборудовали спортивную площадку. В этом году дошкольному учреждению присвоен региональный статус казачья образовательная организация. Это не случайно. На территории сада есть настоящий этнографический музей под открытым небом с подворьем и хатой. Дети могут познакомиться с историей и культурой кубанского казачества. В Черноморском городском поселении Адам Жерим посетил детский сад номер 26 поселка Октябрьского. Здесь ведется капитальный ремонт благодаря участию в краевой программе развития образования. Стоимость работ более трех миллионов рублей. На эти средства планируется оборудовать спортивную площадку, дорожки, сделать отмостку здания, четыре крыльца, положить асфальтовое покрытие. Во второе воскресенье июля отмечается День российской почты. Это самый молодой профессиональный праздник в России, хотя самой почтовой службе более 400 лет. Праздновать свой профессиональный праздник работники почты начали всего 10 лет назад. Даже интернет, связавший всемирной паутиной отдаленные уголки планеты, не заставил человека отказаться от пера и конверта. 14 июля в станицу Северскую приехали ветераны почтовой связи из станиц, поселков и хуторов Северского района. Впервые за одним праздничным столом ветераны отрасли собрались с таким большим составом. Очень приятно, что в такой прекрасный день, который отмечает Почта России, такой прекрасный праздник, собрались наши ветераны, пенсионеры, которые отработали много лет, кто 5, кто 10, кто 30, кто 35. Но их объединяла вот работа, которую мы очень крепко любили и относились к ней очень ответственно. И вдруг мы вот так вот собрались и увидели опять себя вот такими красивыми, такими позитивными, такими великолепными, такими веселыми, такими радостными. Всем крепкого здоровья, будьте счастливы, мои коллеги. На праздники чествовали работников Почты с многолетним стажем. Многие из них пришли работать обычными почтальонами. Впоследствии, окончив школу связи и технику, мы достигли высокого профессионализма. Поздравляю всех почтовых работников с профессиональным праздником. Желаю всем здоровья, терпения, так что уже все на заслуженном отдыхе. И у всех важно здоровье в жизни сейчас. Самого доброго всем. Спасибо, что собрались. Подарком для участников мероприятия стали музыкальные композиции от вокальной группы «Черноморочка» под руководством Михаила Дмитренко и старосты коллектива Людмилы Сазоновой. Песня «Черноморочка» Антитеррористическая комиссия Краснодарского края предупреждает. Заведомо ложное сообщение о взрыве, поджоге или другой угрозе наказывается штрафом до 2 миллионов рублей или лишением свободы до 10 лет. Такие сообщения – сигнал для оперативного реагирования спецслужб. Наказание за телефонный терроризм неизбежно и сурово. Первый выход в свет детёнышей берберийского льва. В дикой природе этот подвид давно вымер. Сразу два львёнка, мальчик и девочка, родились в чешском сафари-парке 10 мая. У них пока нет имён, но малыши уже проявляют характер рычано-назойливых фотографов. «Детёнышам всего два месяца. Это означает, что они всё ещё зависят от молока матери. Они только начинают реагировать на мясо. Мы начали добавлять немного мяса в их рацион». Теперь здесь целый прайд берберийских львов. Помимо двух малышей – их мама Халила, папа Барт и старший брат Наполеон. «Теперь можно увидеть их маму Халилу с детёнышами на улице, но их отец Барт по-прежнему отделён от них». Берберийские львы – самый большой подвид этой кошки. Когда-то они населяли Атласские горы в Северной Африке. Во времена Римской империи участвовали в гладиаторских боях. Считается, что в дикой природе последний берберийский лев был застрелен в Марокко в 1942 году. Сегодня в зоопарках по всему миру живёт не более 90 особей. Редактор субтитров А.Семкин